Дагестан Давайте поговорим о еще одной важной дате, важной, наверное, для всех жителей нашей страны, 70-летие Победы. Что эта дата означает для Дагестана, как республика готовится к празднованию этого? Ну, Дагестан исторически это вообще считается страна воина вообще, и не только Дагестана, Кавказа, наверное, да? Поэтому в вопросе защиты отечества это в крови у дагестанцев, и поэтому одними из первых, кто уходил добровольцем, первые же дни это тысячи дагестанцев. И не только дагестанцев, но даже дагестанки, которые уходили на войну. Дагестанки, которые объявляли сбор средств для создания танковой дивизии и так далее. В том числе, вы знаете, у дагестанских невест серебряный костюм весит 10 килограммов. И это старинные костюмы, которые были в сундуках у многих дагестанок, они вытащили, и это все было сдано для того, чтобы создать танковую колонну «Шамиль». Значит, такая работа шла. Мой отец, он фактически был на броне, как один из руководителей района. Он мог не ехать вообще, будучи молодым человеком. Он до этого служил в армии. И есть фотографии первых трех, которые уходят. Среди них мой отец тоже. Он был защитником Севастополя. Ну, дважды раненый, фактически около года толку он служил. После этого вернулся и уже продолжал работу. И кроме того, я помню, отец, когда приехал, он говорил, что я когда пришел в село, я удивился, почему у всех зеленые глаза. Ну, оказывается, нечего было кушать, а люди кушали только траву. Подсыпали немножко толокном сверху. Но при этом отец говорил, мы не имеем права говорить, что мы участвовали в великой особой. Потому что я видел оккупирование территории, когда страдали жены, дети. Наши жены, дети, даже кушая зеленое, находились далеко в тылу. Вот войну по-настоящему прошли те, которые были в оккупации. И вот это издевательство, оскорбление. Вот эти вещи, которые полностью почувствовала на себя и Белоруссия, и Украина, несмотря на кучу предателей, которые сегодня восславляют для дагестанцев, особенно моего поколения. У нас представления были, что русские люди это вообще святые люди. Потому что к нам далеко в горы, в ауле приезжали русские учителя, которые нас учили лучше, чем сейчас наши братья и сестры учат наших племянников. И поэтому война Великая Отечественная, мы это воспринимаем как война против всего советского народа. И, конечно, главную роль в этой войне играл русский народ. Это тоже было понятно всем. Но Магомед Абдулманапу, который в Крыму тоже, знаете, когда расстреляли шестерых друзей русских, а ему сказали, ты чужой, ты кавказец, мусульманин, зачем они тебе нужны, откажись от них, и ты будешь жить. Он плюнул лицо фашисту и погиб вместе со своими братьями русскими. Это не просто слова. Понимаете, это подвиг. И мы должны стесняться сегодня свергать друг друга, потому что наши отцы и деды пролили, смешали. Вот мой отец был ранен на поле брани, значит, переломленными ногами. Он говорит, если бы не старший лейтенант Володя, к сожалению, он больше ничего о нем не знает, который меня вытащил из поля боя, через 30 минут на это место пришли фашисты. Меня бы не было бы, он меня дотащил до телеги, положил на телегу и так далее. И говорит, когда я начал стонать, а на соседней телеге увидел женщину, еще более страшными ранениями, которая меня начала успокаивать, и мне стало стидно. Вот что такое русский человек, вообще русский воин. Поэтому эти вещи для нас. Поэтому у нас не просто там положил цветок вечного огня, еще что-то такое. Это наша культура. Победа – это наше мировоззрение. Поэтому я был одним из тех, кто развернул, будучи ректором здесь в Москве, значит, парад наследников победы. Я каждому студенту сказал, напишите на дошечке фамилию своего дедушки, бабушки, кто воевал, и давайте выйдем 9 мая на парад наследников. Наши ряди не должны рядеть, мы должны прибавлять наоборот. И сегодня парад наследников победы идет в Дагестане и в других регионах. Рамазан Гаджимурадович, большое спасибо за то, что вы нашли время, пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Надеемся вас увидеть скоро в студии Вестника Кавказа. Спасибо вам тоже, спасибо. А я напомню, что с вами была программа «Трибуна», и я, Владимир Нестеров, сегодня мы говорили о Дагестане, и почетным гостем Вестника Кавказа был глава республики Рамазан Абдулатипов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова